Приветствую вас, отвечая на вопрос относительно того, стоит ли вам извиняться перед, ну, перед этими девочками, перед подругами вашими, бывшими. Я бы хотел сказать так, что, конечно, извиняться или не извиняться, это решать вам, исключительно, это решать вам и только вам. Но, подумайте, пожалуйста, вот о чем. Ну, какие у вас ожидания от извинений? То есть, грубо говоря, вот вы, вы хотели извиниться, да, поговорить еще раз с ними. Значит, за что вам извиняться? Сейчас, на данный момент. Вот, по факту, по факту, за что? Что вы сделали плохого им, дурного им, что хотите извиниться? Если ничего, то и не стоит тогда извиняться перед ними, потому что вы ничего плохого не сделали. Вот, если бы вы что-то сделали бы плохое им, тогда да, тогда это имело бы смысл. А извиняться обратно ни на что, это унижение. Ну, по крайней мере, они вас привык. Ваше поведение именно так. Как будто вы унижаетесь. И у вас не получится, к сожалению, переубедить этих людей в том, что это не унижение. На самом деле. Другое дело, что их это не особо интересует. Их мало волнует. Ваше мнение. Их мало волнует то, о чем думаете вы, и то, чего хотите вы. И это все мало волнует. Поэтому извиняться здесь, ну вот, возможность извинения зависит от того, чего вы ожидаете. И возможность извинения зависит от того, собственно говоря, чем это продиктовано. Но то есть одно дело, если вы реально людям как-то вот вредите, и другое дело, когда никакого вреда там по факте нет. Зачем себя подставлять? Вот. Значит, далее, вы спрашиваете, для чего они это делают, да, то есть почему они это делают, как будет цель преследовать. Ну, по факту, по факту. Цель они преследуют ту же, что и до этого. То есть если люди хотят самоутвердиться за ваш счет, то они, как правило, будут это делать. Даже после того, как вы прервете их в этом намерении. То есть вы его прервали, да, вы сказали, что, ну, как бы, простите, но я так не хочу больше. Да, мне это не нравится, не нравится, что вы меня унижаете. И они, естественно, главное, это же для них поражение, это же, как бы, вы не должны были так поступать, вы не должны были так говорить. Ваша задача была молча терпеть все, что они вам дают. Вы, соответственно, вы, соответственно, терпеть не захотели, и тем самым вы поставили себя, значит, в них, так сказать, их. А поскольку они не желают преднавать поражение, и не желают преднавать вас сильным, то, соответственно, нестерпственно, конечно же, для них вот это поведение стало единственным верным решением. То есть по-другому они поступить бы не могли никак. Цель у них одна, на самом деле, это цель не скредитировать вас. То есть продолжать свою позицию относительно того, что вы, ну вот как вот все, что они говорили про вас, вот все, что они про вас говорили, вот именно с это они поддерживают. То есть, если раньше они вас приезжали напрямую, то сейчас они приезжают вас косвенно. Понимаете, понимаете, ничего не изменилось на самом деле. Все осталось так же, как это было. Просто теперь, теперь, они, ну, скажем так, отстранены от вас. Но это все, это не мешает им, как-то вот продолжать вас, приезжать. Верно? Не мешает. И не может мешать. И не будет мешать. Потому что, им нужно вас приезжать. Им нужно вас приезжать. Люди, подобные вот, ну, люди такие, как ваши подруги, они живут только этим, на самом деле. Вот. Поэтому для них это способ подчеркнуть свою, может быть, самодостаточность, может быть, свою крутость и так далее. Кстати, а, во всей этой ситуации, плохо только то, что вы ни с кем не общаетесь. Сан. То есть, вот вы пишите, что вы одна. Да, да, довольно плохо. Потому что, ну да, вы потеряли. А вдруг, вы потеряли своих друзей. Но, но, при этом, все равно вам не нужно с кем общаться. И то, что вы привыкли быть одной, это далеко не самый лучший, не самый лучший вариант. Понимаете? Вот. Потому что Вы рискуете быть отстранен. Вы рискуете оказаться вне общества. Вот. И я думаю, что нужно искать нужно искать единомышленников, и искать вам тех, кто разделяет ваши взгляды, взаимодействовать активно с другими людьми и так далее. Потому что, ну, потому что по-другому, по-другому не получится. Все равно все равно нужно будет с кем-то отчаяться. Все равно нужно будет с кем-то взаимодействовать. Понимаете? Одно все равно пробыть не сможете долго. Поэтому общайтесь с другими людьми и так далее. Потому что, ну, иначе вас будет это больше и больше подавлять. И собственно говоря, в том, что вас это будет подавлять абсолютно никому не принесет рабочий. Ну, я имею в виду из ваших рабочих, конечно. Тем подругам, с которыми вы взаимодействуете, это, конечно, пойдет только на пользу. вот. Ну, это же вам решать. Это же вам решать. Это же вам решать. На этом все. Так, надеюсь, попрошу к вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.